Библейский портал экзегет.ру представляет Посмотрим на девятую главу Евангелия от Луки в рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру. Девятая глава начинается с рассказа о том, как Господь Иисус отправляет на проповедь своих учеников и это, конечно, для них был очень важный опыт, потому что, когда они вернулись, они свидетельствовали Иисусу о том, что в их жизни происходили чудеса, когда они делали то, для чего Господь послал их. А Он послал их свидетельствовать людям о том, что Царство Небесное теперь совсем рядом, теперь близко. И дальше вот Евангелист Лука рассказывает о том, как множество людей в окрестностях Галилейского моря пришли к Иисусу, они пришли Его послушать, они приносили к Нему больных, чтобы Он исцелил их. Может быть, у каждого были какие-то свои задачи и идеи для того, чтобы пойти за Иисусом. Но это было достаточно далеко от населенных мест. И вот, когда наступил вечер, Господь сказал своим ученикам, не хочу отпустить их, чтобы они пошли, не поев, и чтобы они не ослабили в дороге. А никакой пищи здесь не было. Бегать за едой, во-первых, далеко, а во-вторых, скорее всего, у учеников и денег не было таких, чтобы накормить эту толпу. Там было порядка пяти тысяч человек. И вот тогда Христос говорит им, хорошо, посадите их всех рядами по пятидесяти. Берет тот хлеб, который оказался в наличии у кого-то, нашлись пять хлебов. Берет этот хлеб, поднимает и благодарит Бога, благословляет и раздает ученикам. Собственно, и для израильтян того времени, для учеников Иисуса, ну, видимо, и для него самого тоже, потому что он, конечно, вырос и воспитан был в той же самой среде, это в первую очередь знак благодарственной трапезы. Той благодарственной трапезы, которую совершают иудеи каждую субботу, ради которой, собственно, суббота и празднуется. И той благодарственной трапезы, которая совершается на Пасху. Евангелисты, и Лука в том числе, свидетельствуют о том, что Господь посмотрел на небо, благословил эти хлебы, воздал благодарение и раздал людям. Этот образ, эта идея, некоторые пищи, царство, он достаточно древний и очень распространенный. Как в нашей культуре есть такое сказочное выражение про молочные реки, кисельные берега. Так в той культуре было выражение про землю, которая потечет молоком и медом. О некотором изобилии и независимости от голода, которая будет дана людям в царстве Бога. Со временем этот образ преобразился в пищу царства, трапезу, которая будет совершаться в царстве Бога. И вот Христос делает то, что всегда для его учеников было напоминанием об этом будущем царстве, но неожиданным образом оказывается, что тут оно и проявляется во всей полноте, потому что в процессе преломления и раздачи этот хлеб не кончается. И это настолько зримый, осязаемый образ того, на что люди надеются, надеялись столетиями, что уже невозможно его игнорировать. И дальше в уединенном месте Христос молился, ученики были с ним, и он задает уже, наконец, им вопрос «А вы за кого почитаете меня?» И так или иначе, знаете, это вопрос, на который даже молчание будет своего рода ответом. Уклониться от него совершенно невозможно. «А вы за кого почитаете меня?» И вот здесь апостол Петр, отвечая от имени всех учеников, говорит «Ты Христос, Сын Бога Живого». В версии Евангелия от Луки отвечал Петр за Христа Божия. Таким образом, ученики устами Петра исповедуют свою веру в то, что действительно вот Иисус и есть тот самый обещанный Мессия. Собственно говоря, символ веры Нового Завета, содержание веры христиан, которых мы видим в Евангелии вокруг Господа Иисуса, заключается исключительно в этом. Как пишет в Первом Послании евангелист Иоанн Богослов, мы верим в то, что вот этот Иисус и есть Христос в славу Бога Отца. Собственно, то же самое, что отвечает Петр на вопрос Христа. И тогда, когда они осмыслили, признали и в словах Петра выразили свою веру в то, что действительно Божий замысел, Божья воля и Божье присутствие каким-то образом вот в этом человеке Иисусе из Назарета реализуется, тогда оказывается возможным для них разговор о том, что будет дальше. Иисус говорит им, Сыну Человеческому надлежит много пострадать, быть убитому и в третий день воскреснуть. Это совершенно невозможно себе представить, потому что они уверены в том, что Мессия, Христос Божий придет победить, придет победить зло, несовершенство, неверие, все то, что нужно победить, и что мы сами в своей жизни победить не в силах, победить человеческие страдания и смерть. И вдруг тот, кого они только что признали Мессией, говорит им, да, и я умру, и в третий день воскресну, я буду убит. Это какое-то такое удивительное проявление слабости в том, о ком они в первую очередь думают, как об источнике силы и мощи. На самом деле, конечно, ученики Христовы до самого конца оказываются в затруднении, они пытаются как-то иносказательно понимать эти слова, или вовсе возникает такой эффект вытеснения, когда они моментально забывают о них, даже их услышав. Но все-таки это важная вещь, которую Иисус им о себе открывает. Он говорит о том, что да, Бог побеждает, победит человеческое страдание и смерть, но не так, как думаем мы, а как-то по-другому, как-то по-другому. И, в общем, ученики оказываются совершенно неспособными понять, как же это будет. Надо заметить, впрочем, что и все остальные, кто читает Евангелие, тоже в конечном итоге шокированы этим фактом, тем, что Иисус умирает на кресте. Потому что как же это может быть? Знаете, когда Иисус воскресает, нам это кажется чем-то, само собой, разумеющимся, потому что, ну, в конце концов, Он же Бог. Конечно, ничего удивительного в том, что Он воскрес. Но то, что Он умирает, то, что Он разделяет с нами наше страдание, смерть и унижение, вместо того, чтобы как-то по-другому с этим поступить, это совершенно непостижимо. И для многих-многих поколений христиан, в том числе христианских мыслителей, это совершенно оказывалось невыносимо трудной загадкой. Понять и осмыслить крест Христа – это серьезная вещь, которой призваны и ученики, и все читатели Евангелия. И дальше, чтобы не оставалось сомнений, Иисус продолжает и говорит, «И тот, кто хочет идти за мной, пусть идет этим путем, возьмет крест свой, возьмет это орудие мучительной казни, знак презрения от людей». И тот, кто пытается сберечь себе свою жизнь, все потеряет. Тот, кто потеряет душу свою ради меня, тот ее и сбережет. Тоже парадокс, понять который теоретически едва ли возможно, можно только пробовать, пытаться с Божьей помощью этим путем идти. Но вот видите, выбор, который делают ученики, выбор исповедовать Иисуса Христом, Сыном Бога Живого, он, оказывается, несет следствие для их собственной жизни и влечет за собой серьезные очень дальше вопросы. Для того, чтобы мы вообще могли как-то пережить эту весть о смерти и воскресении Христа, Господь берет своих учеников на гору, где им является слава Божья, где сияние непостижимой природы окутывает Христа, являются ученикам, они видят Илью и Моисея, которые беседуют с ним, как пишет евангелист Лука, Илья и Моисей как раз и говорят с Иисусом о том, что будет в Иерусалиме, вот об этой крестной смерти. И снова дальше, в продолжение этого разговора, Иисус говорит им, да-да, вы ничего не перепутали, вы не ослышались, и да, предан будет Сын Человеческий в руки человеческие. И снова евангелист пишет, но они не поняли этого, они, это слово было закрыто от них, они не постигли, а спросить его боялись. Спросить его боялись. И, видимо, все лето 29-го года, может быть, было наполнено какими-то попытками учеников хотя бы что-то здесь понять. Кроме этого, в 9 главе Евангелия от Луки также обращает на себя внимание чрезвычайно важная история о том, как апостолы попытались друг с другом выяснить, кто из них круче, кто из них больше. То ли кто важнее, то ли кто ближе к учителю, то ли кто лучше понимает. Суть дела, в конце концов, от этого не меняется, это не так важно. А важно, что вот с одной стороны разговор об Иисусе, который привносит в нашу жизнь пищу царства, который является спасителем Мессии Израиля, и которому предстоит погибнуть на кресте и воскреснуть. И рядом с этим вот выяснение, кто тут самый большой, кто тут самый замечательный, прекрасный или главный. На самом деле, сам контекст уже показывает нам, до какой степени эти наши человеческие попытки выстроить иерархию, до какой степени они не только глупы, но и совершенно неуместные. Важно и что говорит на это Господь, потому что в конечном итоге, так рассказывает об этом евангелист Лука, другие евангелисты в несколько иных контекстах и несколько иначе ту же мысль приводит. Господь говорит о том, что тот из вас, кто действительно хочет быть большим, займи последнее место, будь всем слугой. Кто из вас меньше всех, тот будет велик, как выражаются вот Лука в Евангелии. И говорит Иисус дальше своим ученикам, которые предлагают ему жестоко покарать тех, кто не готов его принять, не готов поверить, вот они какие-то там атеисты, или просто сомневающиеся, или недостаточно правильно верующие, что точнее всего, потому что самаряне, а дело было у некоего самарянского селения, они как раз верили в Бога-то того же самого, что и Израиль, но несколько иначе, вот, по-нашему были такими еретиками. И вот апостолы говорят, давай мы скажем, чтобы сошел огонь с неба и попалил их. Ну, вот так же бывало иногда в Ветхозаветной истории. И все страшно впечатлятся этим огнем с неба и тут же побегут за нами. Господь им говорит, нет, нет, не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не губить человеческие души, а спасать. И они ушли. Не губить, а спасать. Это, на самом деле, очень серьезная и поучительная вещь. Ученикам Иисуса сегодня это ничуть не легче понять и исполнить, чем ученикам Иисуса тогда. Но все-таки вот Господь, во-первых, закрывает вопрос о том, кто главнее, говоря, что главнее тот, кто меньше всех. И кто хочет быть главным, пусть будет слугой. И, в общем, закрывает вопрос об этих всех показательных чудесах и насилии. Потому что ни того, ни другого в арсенале его учеников быть не должно. И больше, в общем, эта тема не обсуждается, потому что никаких вариантов тут нет.